МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишинс для канала «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра, вторник. В Крывеческом музее проходит выставка живописи. Она стала итогом пленера, прошедшего у стен Свенского монастыря. Запечатлеть живописные пейзажи древнего православного места. В наш город приехали художники из Москвы, Смоленска, Белгорода и Минска. Посетить выставку вы сможете завтра с 10 до 18 часов. Во Дворце культуры БМЗ проходит выставка декоративно-прикладного творчества. На ней представлены работы, которые победили во втором областном конкурсе «Светлая Пасха». Роспись, вышивка, батик, витражная техника, изделия из лозы, дерева, бисера. Разнообразие народных ремесел. На выставке завтра с 9 до 17 часов. В городском выставочном зале представлен проект «Сальвадор Дали. Священное послание». Впервые в России самая масштабная графическая серия величайшего художника 20 века. Его иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 представленных на выставке работ нет в собраниях российских музеев. Увидеть уникальные работы вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Актер Алик Булдуин выпустил книгу «Мемуаров». В ней он не только поведал о своей жизни и карьере, но и обрушился с резкой критикой на некоторых своих коллег. Удастся ли ему после этого сохранить с ними отношения? А что сегодня можно посмотреть в кино? Российский исторический фильм «Время первых» – 1965 год. Первый выход человека в открытый космос. Как это было? В главных ролях Евгений Миронов и Константин Хабенский. Криминальная комедия «Уйти красиво». Трое 80-летних друзей решают ограбить банк с тем, чтобы вернуть себе пенсионные выплаты. Арнольд Шварценеггер в драме «Последствия». Потеряв в авиакатастрофе жену и дочь, главный герой решает посмотреть в глаза диспетчера невольного убийцы. Фантастический боевик «Танцы насмерти» – 2070 год. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Французская романтическая экшн-комедия «Возьми меня штурмом». В ряды элитного подразделения спецназа врывается яркая девушка и парализует его работу. Фильм ужасов «Бай Бай Мэн» пройдет в кинотеатре «Люксор». Фантастический боевик «Призрак в доспехах» – киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера в главной роли Скарлетт Йоханссон. Мультиинформатист 3D «Смурфики. Затерянная деревня». Маленькие смурфики отправятся на поиски таинственной деревни, которая встретит их множеством опасностей. Фантастический триллер «Лекарство от здоровья». Молодой амбициозный сотрудник отправляется в таинственный оздоровительный центр и становится жертвой медицинских экспериментов. Комедийно-драматический фильм «Собачья жизнь». История жизни собаки – душа, которая после смерти получала новое воплощение. Мультфильм «Босс Малакасос». История рассказывается от лица семилетнего мальчика, у которого появился маленький братик, совсем непростой ребенок, по его словам. Мелодрама «Владимир Бортко о любви» пройдет в кинотеатре «Люксор». Фантастический триллер «Живое» пройдет в кинотеатрах «Райпарк» и «Синемаклаб». Классическую экранизацию сказки «Шарли Пиро. Красавица и чудовище» смотрите в кинотеатре «Синемаклаб». Психологический триллер «Сплит» пройдет в кинотеатрах «Люксора» и «Синемаклаб». Фантастический приключенческий боевик в формате 3D-конг «Остров черепа» представлен в кинотеатре «Синемаклаб». Сегодня отмечается 80-летие со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной. Ее называют одним из крупнейших русских лирических поэтов второй половины 20 века. Ее последний муж, скульптор и театральный художник Борис Мессерер стал собирать ее стихи, подаренные друзьям на тетрадных листках и салфетках. Набрался целый четырехтомник, позже изданный. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok